итак продолжаю показывать домашнее летнее осеннее цветение но считаю его летним потому что цветоносы закладывались летом и росли и вот распуск пришелся на сентябрь перед вами сорт арн во покупался он как 3 lips 1 вот он цветонос я его не отрезал только до первой почки отрезала но он выпустил рядом с ним с этой же стороны акцентирую с этой же стороны домашний цветонос и он процвел совершенно другим другими цветами другой мутацией это бабочка мутация бабочка есть такие защипы защипы не так выражены сильно как у 3 lips а но они четкие то есть они более туннельные что ли внутренние защиты цветок большой сейчас достану линейку измерим достала линейку вот мере 10 полных сантиметра ну по и практически каждый и как бы он еще имеет такую вытянутую форму около восьми сантиметров он еще вытянутой формы лепестки сипали вот здесь отогнуты назад немножко цветок крупный цветок кожистый плотный и цветонос на меня получается здесь 7 цветов и он очень тяжелый я его прикрепила он прям немножко у меня вот здесь вот перегиб был я его забинтовала ну очень тяжелые цветы цветы большие красивые насыщенного бордового темного винного цвета желтой губой ну белый желтая губа красивая бабочка самый большой цветок наверно 1 вот очаровательный поленопсис листья у артного они вытянутой формы зеленого цвета можно даже сказать что ближе ярко-зеленому цвету вытянутые длинные любит сгибательных то есть и длинные листья выращивает так и корневая мощные и листья у него мощные конечно я бы хотела в свою коллекцию иметь три липса посмотрим как он будет цвести покупался он три липсом на один цветонос это вот с этой с левой стороны три липсы были сплата с правой стороны он еще не цвел то есть не был цитоноса как цвести будет неизвестно будет интересно конечно интрига такая небольшая но я конечно вообще сразу ты не не увидел что он собирается бабочка цвести по бутонам потом только когда начал распускаться я уж поняла что он совсем не три липсом далеко распускать и все бутоны он заложил бабочкой мутации красивые красивые очень приносит яркого насыщенного окраса если дальше будет продолжать вести бабочками я этот сорт он останется конечно в коллекции моей домашней но я хотела бы еще три липс я очень люблю махровые три липсы а он был такой резной фотографии вы увидите я поставлю при покупке какой махровый был три липс открытой формы интересно конечно как меняется цветы и окрас орхидея держит интригу как же все-таки распустится ну в общем вот такая кожистая красавица огромными цветами сейчас покажу какие цветы на пиратике недавно купленном пиратик так вот цветы пиратика и вот вместе пожалуйста посмотрите какая огромная разница между этими цветами а пиратик он считает стандарт достигает 8 сантиметров у него но 7 8 размер цветочек у артного это крупный цвет гигант я бы сказал есть конечно крупнее орхидеи и беглипы но артного им не уступает вот такая красотка следующие орхидеи это беглип тестовый сорт название я не знаю показывала начало распуска в телеграм-канале он уже у меня подбрасывал несколько цветочков так как пробудил на другом цветоносе два ответвления вот получать 1 2 3 4 5 еще цветков он собирается распустить такой красивый беглип постоянно цветет при покупке был насыщенного вино бордового цвета бордо там самый настоящий при покупке покажу какая была орхидея фотография вставлена но не менее он красивых домашнее цветение малинового насыщенного цвета цвет марганцовки прямо вырви глаз не сильно он выгорает остается достаточно красивый такой окрас цветы рядом посажены близко друг другу получается такой пышный букетик у него я его покупала зимой прямо наверно после нового года в январе он был с отеками с огромными отеками 2 листа он потерял от отеков на него потом напал клещ он многократно уже проходил обработку акарицидами но об этом я наверно расскажу в отдельном видео здесь видно покусы клеща больше всего они видны с тыльной стороны покусы клеща обрабатывается до сих пор подбираю до него разные препараты ну да ладно чем пострадал он от клеща хорошо надеюсь что клещи не точку роста не сгрызли не съели может быть и есть причина в том что он постоянно цветет то что его точка роста съедена ну я надеюсь что все-таки там все нормально пока клещей не вижу жду вот уже еще одного распуска на этом цветоносе пока не сильно пышное цветение второе домашнее 8 месяцев он у меня в коллекции уже два раза цвел это второй раз и вот выбирает 3 корневая там вообще лопается никогда не оставляйте такую корневую в горшке всего подниму нет когда горшок деформируется это очень плохо корни уже выталкивают они могут ну просто там испортит от недостатка воздуха все пропасть то есть таком состоянии не надо оставлять его нужно пересаживать а он цветет у меня постоянные его не могу пересадить вот много как все бедли по корневая как у всех бедли по мощная и хорошо развитая в общем вот такая марганцовочка без названия нарядный бедли похоже чем-то на санта клауса красивый звездочка какая так и еще одна орхидея домашнее цветение цветение разочарования так как бы вам передать это цвета он более ярче камеры не придает яркость этого цвета солнышко высветляет его так как это летнее цветение она намного светлее покупала я совершенно другим цветом это орхидея похоже на солнечного персика века немножечко похоже что это какой-то тестовый сорт находила название сумеречный карнавал но возможно это просто торговое название коммерческая и так у него еще нет почему цветение разочарования я ждала чтобы показать вам полный распуск этой орхидеи а он взял мне и три утра два три и засушил 30 . и вот такой не очень красивые цветение я вам сейчас показываю вот думала сейчас распустит последний и я вам покажу как какой красивый у меня фаленопсис но он решил по другому показать свой характер я надеюсь что дальше он так себя вести не будет причина может быть такое что я или пересушила или ну что то я не знаю на него холод не попадал ни ветра не сквозняка не был стоит совершенно вдали от открытых форточек возможно возможно не хватило ему влажности то сделала пересушила но не знаю посмотрим как дальше будет и весь он так не успев распустить все цветы будет их сбрасывать это конечно не очень интересно так с ним дружить такая розетка покупался он также зимой имел отеки бактериалка присоединилась были проблемы корневой наращивал полностью его цветонос магазинный он выпустил домашний вот так вот сейчас попробую как-нибудь красивый красивый фаленопсис яркий может быть против нет против солнца плохо вот так ярче он конечно ярче интересная окраска с неоновым ободком губой неоновой хотел посмотреть вы цветает он или нет вот эти вот у него крапления бордовые они не выцветают красивый контур делают здесь вот краб мало здесь больше было бы но температура более низкой и вот он более яркий распустился в общем такой дружочек меня с характером и заканчивать я буду парфюмерными фабриками перед вами бабочка сорта diffusion распустила а летом вот досюда цветонос две почки пропустила и давай дальше как похолодало 8 но в сентябре она решил продолжить цветение здесь еще не не полная цветение покажу то что есть красивая бабочка с рюшками на петлях очень сильным ароматом парфюмерную аромату diffusion апельсин с цитрусом и немножечко нотки ванили аромат роскошный очень приятный розетка огромная орхидея взрослая уже начала мне подавать второй цветонос осенний хочет его разветлить и ловит он где-то тут разветвляется вот он и почки и еще одна фабрика которая у меня цветет летом уже долго эти 20 . держит это у меня с ценшин бежевая красотка желтой губкой в крапушку есть небольшой краб как на губе так и на сипалиях чуть-чуть неонового цвета но она уже давно цветет уже у колонки темнеет цвела зимой на 5 цветочков и вот летом на 2 вот это конечно мультиплора но слышала у одного блогера что у этого сорта большой потенциал наращиваем корни ждем пышного цветения аромат больше цитрусовый чем сладкий как у diffusion но тоже не менее яркий и приятный так постараюсь показать какая корневая у взрослого экземпляра не хочет он вытаскиваться одной рукой не смогу я вытащить так вот корневого вытащила мать показать другой diffusion в стандарте у меня цвет на цветоносах растет цветоносы так в общем политы недавно это у нас дефью и корневая у с ценшин только сегодня поливала поэтому политый ценшин корневая хорошая листья отличается более узкий чем diffusion широкий лист ценшина узкий длинный такая хорошая корневая и такой мощный цветение но он значит собирается мне зимой показать всю красоту будем ждать зимнего цветения с вами прощаюсь всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал в телеграме много интересного я пишу то что не выкладываю на youtube и на цен канал будет ссылка в описании этого видео всем здоровья красоты до новых встреч